Виталий Волков Управление по делам ГО и ЧАЭ сочеталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в Единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 665 сообщений. Действовать в интересах горожан. Заседание Общественного совета города. Предложение членов Общественного совета города досрочно завершить деятельность Общественного совета 2-го состава. Поэтому я данное предложение выношу на голосование. А теперь подробнее об этих и других новостях. В России появится единый платежный документ, где будут собраны все услуги ЖКХ. Нововведение предполагает, что в нем появятся графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. Сейчас в некоторых регионах жители получают несколько платежек за разные виды коммунальных услуг. Это приводит к путанице. Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ. Данная мера поможет россиянам лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям контролировать рост тарифов. 15 октября в администрации прошло плановое оперативное совещание главы Десногорска с руководителями комитетов и муниципальных предприятий города. Начал совещание со своего доклада начальник полиции Юрий Гришин. Он сообщил, что в городе снова активизировались интернет-мошенники. Сотрудник правопорядка призвал десногорцев быть бдительными и реагировать на подозрительные письма и звонки, никому не сообщать свои персональные данные. С 14 октября в Десногорске стартовал месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству. В рамках месячника запланирован целый комплекс санитарных мероприятий. В городе будут очищены улицы, парки, дворы и преддомовые территории от мусора и опавшей листвы. Участие в нем примут предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы и управляющие компании. Управляющая компания приступила к работам по осеннему месячнику. Персонал выведен, техника есть, собираем, готовим, гвозим листу. Служба благоустройства готовится к зиме, готовим технику, ведется подготовка пещено-соляной смеси, перемешивание. Ну и значит смесищик, занимаемся уборкой листы, ну бусора, сажаем деревья. Глава города Андрей Шубин призвал обеспечить контроль за проведением по благоустройству и наведению санитарного порядка. По мере присоединения данного мероприятия я попрошу, значит, руководителю всю информацию каждый день передавать до 17 часов комитет Блинской главной политики. Вот, а можно дальше, чтобы не умеется, помолировать и вести уши. В ходе совещания председатель комитета по культуре Анна Королева анонсировала праздничные мероприятия. 18 октября на городской летней эстраде пройдет празднование Дня призывника. В программе торжественные поздравления призывников, а также показательные выступления выисковой части 33149 из Красного Бора. 13.00 в Тесноборском историко-клиническом музее открытие фото-выставки «Долг и честь служит России» и экскурсия музея поискового движения. 19 октября в 18.00 и 20 октября в 11.00 стартует первенство Центрального федерального округа Кутовский Болос среди мужских команд. Приглашаем всех по Десна. На следующей неделе планируется торжественное открытие скейт-площадки, расположенной на территории физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. 14 октября на объекте были завершены монтажные работы. Он полностью готов к сдаче в эксплуатацию. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Эксперимент с российскими электронными паспортами может стартовать в марте. Об этом говорится в проекте указа президента России Владимира Путина, опубликованном на портале проектов правовых актов. Целью эксперимента станет разработка и запуск инфраструктуры выпуска новых документов, а также их выдача и использование его вместе с мобильным приложением. Кроме того, будет оценена эффективность новой системы. Напомним, что вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов ранее рассказал, что внедрение электронного паспорта в стране начнется в 2020 году. Бумажные версии документа перестанут выдавать в 2022-м. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой три раза, по вскрытию дверей один раз, по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия без пострадавших один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 665 сообщений, из них 293 ложных. Поступила и отработана четыре просьбы от населения. В Шумяческом районе предали земле останки красноармейцев, найденных поисковиками во время экспедиции вахты памяти. Проститься с героями, отдавшими свои жизни за освобождение района в годы Великой Отечественной войны, пришли сотни жителей поселка Шумячи. Весной поисковики нашли останки десяти бойцов рядом с полем памяти у деревни Понятовка, а летом нашли еще четырех красноармейцев. На территории, где шли ожесточенные бои, сегодня занимаются поисками уже внуки и правнуки участников войны. По словам командира Шумяческого поискового отряда «Звезда» Алексея Жукова, 14 погибших воинов были кавалеристами. Подружейные залпы и со всеми воинскими почестями неизвестных красноармейцев Великой Отечественной войны торжественно похоронили на поле памяти. Конструктивный диалог между десногорцами и администрацией муниципалитета, а также формулировка предложений и идей по улучшению жизни в городе, эти и другие задачи эффективно решал Общественный совет Десногорска второго созыва. О том, что было сделано, далее в сюжете. Второй состав совета объединил неравнодушных и активных граждан Десногорска. Это лидеры общественных организаций, сотрудники предприятий и представители бизнеса. Некоторые привели себя и на политическом поприще. В выборах приняли участие два члена Общественного совета. Это Куралецов Денис Александрович, наш пресс-секретарь, и член Общественного совета Леднева Елена Петровна. Полномочия нынешнего состава Общественного совета заканчиваются в первом полугодии 2020 года. Учитывая уже проделанную работу, было вынесено предложение о досрочном прекращении его деятельности. Предложение членов Общественного совета было досрочно завершить деятельность Общественного совета второго состава. Поэтому я данное предложение выношу на голосование. За более чем двухлетний период было проведено 19 рабочих заседаний. С участием руководства города было рассмотрено более 30 письменных обращений граждан. Некоторые из них касались благоустройства города, деятельности ЖКХ, обеспечения медицинского обслуживания. Общественный совет не опустился до критиканства. У нас с вами были и претензии, и замечания, и была критика к власти. Но эта критика была по-доброму, по-доброму. И основной вопрос критики – это сделать как лучше. При этом сотрудничество совета с городской администрацией было выстроено в форме понятного и открытого диалога. Мы, слава богу, с вами в точке соприкосновения и решения тех либо иных проблем практически всегда находились. Работа общественного совета на этом не заканчивается. Вопрос формирования нового, третьего его созыва уже рассматривается администрацией муниципалитета. Следующий общественный совет, он должен быть лучше, но он может быть лучше только благодаря тому, что у него вольется часть старого общественного совета. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ В областном центре прошли чемпионаты первенства Центрального федерального округа по плаванию. Крупное соревнование приняла Академия физической культуры, спорта и туризма. Чемпионат собрал сотни пловцов, для которых преодоление дистанции в Смоленске могло стать путевкой на чемпионат России. В соревнованиях были задействованы 562 участников из 17 регионов. Многие из них имеют мастерские разряды и входят в молодежную сборную России. Такой турнир большой стресс для организма спортсмена и с физической, и с эмоциональной точки зрения. За несколько дней участники проплывают в совокупности сотни метров дистанции. Соревнуются при этом в разных техниках. Впервые чемпионаты первенства Центрального федерального округа были проведены на базе Академии спорта в прошлом году. Условия и организация соревнований Федерации плавания понравились, поэтому турнир вернулся в Смоленск снова. А теперь коротко о погоде. 17 октября в Десногорске будет солнечно, днем плюс 16, ночью плюс 10. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях. Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!